Приветствую, друзья! У нас был вебинар «Волшебная комната». Я, конечно, очень хотел бы, чтобы Наталья, которая там была, это было удивительно, потому что она изначально, когда мы начали с ней там общаться, захлебывалась кашля. Ну, по всей видимости, предполагалось, что было пусковидное состояние, и она какое-то время не могла выйти из этого состояния. И в этой волшебной комнате, при том, что все смотрели, все участники школы, человек будущего, хомофутурус, повторюсь, для новичка, который не в курсе дела, и что такое волшебная комната, скажу. Волшебная комната был такой вебинар, где человек выходил туда в зуму, говорил о своих проблемах, и мы все вместе пытались давать советы по своему опыту на основе метода «Ключ». И вот сейчас она там кашляла, 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 я ей подсказывал. Я ей, во-первых, сказал, сейчас увидите научное чудо, как человек может выйти из этого состояния, и она в результате вышла. То есть это было удивительно, у всех на глазах это произошло, это действительно было как научное чудо. Но такое бывает иногда, настолько поразительный был результат, прямо на глазах очевидно коренное изменение состояния человека, который вышел туда изначально, не мог никак освободиться от кашля, плохо себя чувствует, и тут кашляет, кашляет, кашляет. И там некоторое время мы продолжали беседовать, я в это время рассказывал о разных вещах, совершенно с этим не связанные. И потом вот так вот, по определенному алгоритму, она вышла на состояние, когда было видно, что личико такое стало прекрасное, освободилось от этого напряжения. Я хотел бы пригласить ее, чтобы мы с ней побеседовались отдельно, теперь уже после этого вебинара прошло несколько дней, побеседовали отдельно, как она применяла эти приемы ключа самостоятельно, и как ее сегодня состояние, чтобы мы поговорили и все посмотрели. Это очень полезно жить для каждого, кто страдает какими-то проблемами, связанными с каким-то психологическим состоянием, кому нужна поддержка, чтобы посмотреть, что человек сам может выходить из таких состояний, если он применит эти знания и попробует это сделать, именно по критерию максимального к себе соответствия. Потому что принцип ключа – это принцип подбора индивидуальных действий, которые абсолютно соответствуют именно вам. И когда вы это делаете, вот там произошел интересный момент. Сколько там минут, 5 минут или 10 минут, она продолжала кашлять. Почему? Потому что она это делала на волне, прием волна, ключевой прием волны. При этом она подбирала те действия, которые ей подходят по критерию максимальной комфортности, и продолжала кашлять. А потом вдруг перестала кашлять. Ну, для этого прошло некоторое время, ну, там минут 10, по-моему, или 15. Ну, она же этим страдала пару месяцев. То есть она не могла освободиться от этого. И тут вдруг, там 15-20 минут, и на глазах у всех совсем другое состояние, и совсем другое выражение лица. И улыбка, и здоровье, и обаяние. Все сразу проявилось. Вот это надо понять, что человек каждый раз, когда ждет какого-то результата, а вдруг сталкивается с тем, в следующую секунду, что его нет, он опять теряется, опять кашляет. Или, допустим, голова болит, или, допустим, еще что-то. Если вот ожидаемого результата нет каждую следующую секунду, тем более у тревожно-мнительных людей, они же ждут каждую секунду, они сами себя все время сканируют, сканируют, проверяют, они тревожны. Поэтому скорость вот этой самопроверки невероятно высокая. И они каждую секунду ждут, что будет лучше, а там хуже. И это получается такая негативная обратная связь с самим собой. А вот когда все-таки образ будущего, что все равно будет все хорошо, я верю, что будет хорошо, когда он есть, этот образ, и ты каждый раз, когда тебе хуже, когда ты спотыкаешься, когда ты падаешь, помнишь о том, что все равно будет лучше, и продолжаешь какое-то действие, например, вот так покачиваться, то в результате вдруг количество переходит в качество, и ты выходишь на состояние, когда как груз, плеч, тебе становится так легко, так хорошо, ты в таком состоянии, облегчение, и кашель прекратился. Ну вот это же удивительно. Давайте мы теперь будем ждать, когда она мне напишет, и мы выйдем с ней, сделаем ролик, да, очень важно знать отдаленный результат. Еще раз повторяю, мы никого не лечим, это не клиника. Просто даем советы, как подбирать себе те синхронные действия, которые максимально вам комфортны, чтобы вы могли снимать стресс, страх, панику, неприятные ощущения состояния, выходить на состояние свободы, комфорта, бодрости духа, да, молодец, Наталья. Спасибо тебе за участие, ты своим примером очень многим помогла, потому что все это видели. До встречи, друзья. Спасибо. Спасибо.